Коллеги, добрый день. Рада вас приветствовать. Давайте напишем, как нас слышно, как нас видно. Огонечки, комментарии. Так, огонечки есть. Значит, видно нас хорошо. Да, Ирина тут балуется немного. Тогда давайте начинать. Так, сейчас, секундочку, очень много комментариев посыпалось. Давайте начинать. Здравствуйте. Сегодня тема нашего вебинара – это типовая интеграция. Ведущими вебинара буду я, Юрий Жданов, и моя коллега Ирина Болзбергер. Добрый день. Да. Начнем с самого главного. Это с тайминга нашего вебинара, да, распределим. Первая часть будет где-то минут пять, да, это будет вводная часть. Далее мы раскроем тематику нашего сегодняшнего вебинара более подробно. Моя коллега в этом мне поможет. И далее мы оставим минут десять на ваши вопросы, потому что сегодня тема достаточно животрепещущая, да, интеграция всегда всем интересна, поэтому, я думаю, вопросов должно быть много. Ну, тогда поехали. Первое, с чего хотелось бы начать. Естественно, с самой интеграции. Это всегда некая головная боль любого проекта, да, будь то проект Axiod, будь то сторонние какие-то проекты. Но интеграция всегда была главной темой. И более того, до определенного момента времени у компании Axiod в том числе, это были такие полноценные отдельные проекты, связанные с интеграцией, с управлением НСИИ и так далее. Поэтому потихоньку, потихоньку, выполняя эти проекты, нарабатывая большой опыт, да, мы приходим к тому, что мы создаем отдельную полноценную датарион-ESB, да, шину данных предприятий для того, чтобы мы могли писать полноценно интеграции, для того, чтобы мы могли упрощать эту саму интеграцию непосредственно и, соответственно, управлять трудозатратом. И с течения времени, да, мы начинаем развивать вот этот компонент датариона, мы выпускаем и новые какие-то продукты, да, например, в 2017 году мы выпустили новый продукт датарион-MQ, который был полнофункциональным, но немного обрезанным именно с точки зрения количества систем, потому что многие компании не приемлемы, да, полноценную систему ESB, потому что в них было очень мало, очень маленькая IT-архитектура, да, но далее мы не останавливались на этом развитии, развивали сам датарион-ESB и развивали в том числе новые продукты. В 2022 году вышел новый программный продукт, это лоу-код-платформа, датарион-платформа, с которой мы с 2022 года, да, и по сегодняшний день живем, в том числе развиваем и выполняем большое количество проектов. В чем же плюсы сопутствующего продукта, да, в чем же плюсы данной интеграции? Ну, первое, когда у нас есть сопутствующий продукт, да, мы с вами снижаем риски запуска в систему, да, потому что, как я уже сказал, да, интеграция в проектах, она у нас занимает большую часть, одну из главных частей любого проекта, да. Второе, это понятный бюджет проекта, как для нас, да, для тех, кто занимается интеграцией и реализацией проекта, так и для клиента, да, он понимает, а какой же бюджет ему надо закладывать. Еще одна сторона – это высокотехнологичность и минимальные, минимальные трудозатраты, собственные трудозатраты, да, потому что подобные системы, они имеют некие типовые механизмы, некие типовые обработчики, которые позволяют эти трудозатраты снизить и ускорить процессы интеграции в том числе. Конечно же, мы можем говорить еще и про универсальное сопровождение, да, то есть у вас есть один продукт, вы можете его спокойно администрировать, сопровождать, и если вдруг что-то необходимо сделать, соответственно, с этим работать, и вы знаете уже, как с этим работать, да. Ну, и, конечно же, наверное, для меня, я для себя выделил такой отдельный подтекст – это упрощается разработка обмена для сторонних систем, потому что бизнес любого клиента, да, бизнес любого заказчика, он развивается изо дня в день и не останавливается на одном проекте, например, автоматизации склада, да, он, например, из дистрибюционного бизнеса переходит в 3PL бизнес, где нужно разрабатывать дополнительные интеграции для маркетплейсов, например, или для других поклаждателей своих. Соответственно, тем самым надо выстраивать свою архитектуру, тем самым надо ее расширять. Естественно, расширять ее без инструмента невозможно. Вот, и поэтому дальше мы с вами вам расскажем про интеграцию в проектах Axelota непосредственно, и моя коллега раскроет эту тематику чуть шире. Да, и начнем с истоков. Юрий рассказал, как развивалась компания Datorion, как развивался наш продукт по интеграции. Я немного задену историю, как же развивалось наше взаимодействие и как выполнялись проекты Axelota по истечению времени. Начиная ближе уже к 2014 году и до 2014 года, мы разрабатывали интеграцию каждый раз с нуля. То есть это каждый раз было что-то новое, мы начинали с нуля писать обработчики, писать обмен и так далее. Методы обмены были не установлены. С 2014 года и до 2015 появились первые проекты на ESB, это были пилотные решения, которые мы начали внедрять. Уже до 2016 года ESB появилась возможность внедрять на проектах, и с этого времени заказчик самостоятельно может уже разрабатывать обмен со своей стороны. То есть если раньше мы брали в контур разработку обмена как на нашей стороне, на стороне автоматизированной системы, так и на стороне заказчика, то здесь мы уже пришли к тому, что заказчик может самостоятельно разрабатывать обмен со своей корпоративной системой и внедрять ESB не только для автоматизации, интеграции склада и для транспорта, но и для таких своих решений. И далее уже к 2020 году отраслевая специфика набирала все больше и больше наших компетенций. Мы наращивали опыт и к 2020 году был собран так называемый типовой протокол обмена. Это некий шаблон, разработанный для взаимодействия систем на платформе 1С в частности, с помощью которого и мы, и наши заказчики пришли к снижению трудозатрат, и обмен уже перестал быть неким черным ящиком разработкой с нуля. Здесь мы стали более, менее, точнее, трудозатратно внедрять наши проекты и реализовывать обмен. Ну и как раз по шкале мы видим, что с 2020 года идет резкое снижение трудозатрат. Если говорить про типовую интеграцию Татарион на примере систем платформы 1С, то здесь выделены основные объекты, которые нужны нам для эффективности работы на складской транспортной логистике. Мы, как, собственно, специалисты, которые регулярно занимаются, и это основная деятельность нашей внедрительной системы, мы понимаем, какие объекты нужны в наших системах. Соответственно, исходя из этого, разработался пул справочной информации, которую мы хотим получать. Появился набор документов, которые нам важны, и независимо, какая это будет корпоративная система, набор данных, набор справочной информации, набор документов, он всегда идентичен. То есть мы от внешней системы всегда ожидаем определенный набор сведений. Так, соответственно, если говорить о нашей системе Татарион платформ, то система, которая сейчас внедряется, то есть с ESB мы перешли на более обновленное решение Татарион платформ, она позволяет как раз-таки выполнять ту функцию обмена с помощью типового протокола, о которой мы сегодня и будем говорить. Помимо транспорта и помимо возможности обмена, платформа позволяет выполнять ряд других операций, которые могут использоваться как отдельные решения на ваших предприятиях, так и комплексное решение с интеграцией в целом. То есть Татарион платформ может выполнять такие опции, как хранилище данных, управление мастер-данными, распределение данных, построение маршрутизации, распределение нагрузки и так далее. То есть эти все опции выполняет Татарион платформ, и мы уже не говорим просто как о транспорте сообщений между двух систем, мы говорим о комплексном решении, которое позволит автоматизировать и упростить ваши задачи. Посмотрим, как Татарион платформ встраивается в нашу логистическую платформу Аксилот. Говоря о наших продуктах и наших решениях, то есть это системы класса ВМС, системы ДОМ, ТМС, ВОЗ, ТОС. Это все системы, которые могут, так скажем, бесшовно интегрироваться по типовому протоколу обмена с использованием Датарион платформ. Но помимо наших продуктов, которые входят в логистическую платформу, с Датарион также могут интегрироваться и другие системы, как на платформе 1С, например, ERP, либо другие системы, другие решения на других платформах, МДМ, различные сервисы и так далее. Если говорить о том, как подсистема Датарион влияет на вашу текущую систему и как она будет работать с вашей конфигурацией, то здесь все достаточно просто. Подсистема встраивается в рабочую конфигурацию, при этом не требует снятия с поддержки. То есть вы продолжите работать с вашей конфигурацией, никаких изменений именно в режиме поддержки, ничего не требуется. Встраивание подсистемы позволяет централизованно управлять данными, управлять настройками системы Датарион, отслеживать статус и, собственно, работу самой платформы. Также с помощью встроенной подсистемы Датарион вы в своей конфигурации, в своей базе данных можете выполнять отладку сообщений и отладку обработчиков, что, опять же, позволит оперативно программисту, либо разработчику, который будет выполнять настройки обмена, просматривать, какое сообщение он ожидает получить, достаточно ли данных и подходит ли то, что было настроено, реализовано для вашего бизнеса. Таким образом, если говорить о типовом протоколе обмена, который встраивается в Датарион платформ и содержит ряд информации, необходимой нам для выполнения обмена, то это комплекс функциональности, комплекс готового решения. Одно из них – это настройка и наличие сведений о типах данных интегрируемых систем. Как я ранее сказала, мы, благодаря опыту и большому количеству реализованных проектов, знаем о том, какие объекты мы ожидаем получить из внешней системы. Таким образом, мы уже разработали набор типов данных, позволяющий просматривать структуру сообщения, которые ожидаем получить, и при необходимости его регулировать, дополнять поля, либо набору снижать. На основе типов данных создаются обработчики для интеграции систем. В обработчике уже описывается, какие объекты и как мы будем передавать между системами. Ну и основная функция, благодаря тому, что датарион платформ является не только транспортом, но и маршрутизатором, неким трансформатором сообщений, то уже в типовом решении есть набор преднастроенных трансформаций и маршрутизаций сообщений. Таким образом, если мы говорим, что у нас есть ключевая система источников, например, ERP, по правильно выстроенным условиям и трансформациям мы с ERP можем передавать пакеты в нужные нам системы. Это может быть ВМС, это может быть ДМС, ДУМ и другие системы, возможно, не платформы комплекса Аксилот. Посмотрим, как это работает на примере кейса. Я взяла некую ERP-систему, в которой наши, точнее, ваши клиенты формируют заявки на закупку. Клиент может сформировать одну заявку, через какое-то время еще сформировать заявку, потом еще заявку. То есть это нерегулируемый процесс, но на основе формирования заявок клиента в ERP создаются заказы. Заказы по факту формирования, проведения либо другого триггера, который вы для себя определите, выгружаются в датарион ESB, выгрузка происходит с помощью встроенной подсистемы, о которой мы рассказывали, и это не требует дополнительной функциональности. То есть сотрудник формировал заказ, либо это будет автозаказ, он записался, и этой информации достаточно, чтобы датарион принял сообщение. Далее датарион, я разобрала кейс на примере двух систем, для того, чтобы мы увидели как раз ту самую трансформацию сообщений, распределяет переданную из системы ERP информацию, переданную массив данных, на две системы получателя. В моем кейсе это ВМС и ТМС. При этом ВМС получает свой набор сведений и формирует планы отгрузки кратно количеству документов, а ТМС получает, соответственно, свой набор сведений и формирует заявки на перевозку. Давайте посмотрим, как это выглядит на самом деле в работе системы. Одну минуту, я переключу экран. Пока переключаюсь, тебе огонечки ставят. Отлично. Итак, демонстрация экрана появилась. Начнем с датарион. У меня открыт центр мониторинга и администрирования системы. Здесь в сервисе сообщений мы видим, я заранее выгрузила, уже сформировала сообщение, чтобы нам было подготовлено из некой корпоративной системы. И здесь, соответственно, мы видим цепочку событий, о ней я расскажу немного позже, с помощью которой из системы УТ мы получили два сообщения трансформированные. Здесь произошла вся эта история внутри платформы и сообщения распределились в системы получателя. Посмотрим, как это получилось в наших системах. В МС сформировано сообщение, план отгрузки, в котором заполнена информация о получателе, товарном составе, который мы ожидаем получить. Перейдем в ТМС. В ТМС также сформировано сообщение, задание на перевозку, где мы видим, какой ассортимент мы будем перевозить, к какому клиенту и все необходимые сведения. Можно сказать, что это только начало нашего обмена. И сейчас я вернусь к демонстрации, расскажу, что может произойти далее. Далее я разобрала такой кейс. ТМС сформирует документ распоряжения. Распоряжением является комплекс заявок на перевозку, которые будут отгружены в одном транспортном средстве. Это распоряжение передается снова в Датарион. Обратите внимание, здесь уже система инициатором является не ERP, как это было изначально, а ТМС. Датарион же, в свою очередь, распределяет полученное сообщение и передает системам получателям. В моем примере это в МС. Мы получили документ рейс. Параллельно данные из ТМС в виде распоряжения могут быть переданы и в корпоративную систему, и в другие системы, внешний контур, и сформировать определенный набор данных. Уже в МС на основании полученного рейса, понимая о том, что все планы отгрузки будут отгружены в одном транспортном средстве, формирует заказ на отгрузку, который будет обрабатывать склад. Тем самым мы по одному клиенту выполняем один набор работы внутри склада. То есть мы соберем, скомплектуем, упакуем товар, все это соберем в одно грузовое место для удобства клиента и отгрузим со склада. Давайте посмотрим, как будет выглядеть отгрузка. Как только заказ ВМС принимает статус упакован либо уже непосредственно отгружен, мы снова передаем сведения в Датарион Платформ. Обратите внимание, здесь мы передаем только один пакет с фактом отгрузки либо упаковки. Датарион Платформ разделяет и распределяет отправленные сведения по системам получателя. В данном случае система источник у нас уже является ВМС. А система получателя ТМС, в которую мы передаем только тот набор данных, который относится к ТМС, в частности, это сведения о грузовых местах, весогабаритных характеристиках и состава грузовых мест, к примеру. И данные передаются в ЕРП. Там будет содержаться та информация, которая нужна непосредственно ЕРП для формирования отгрузочных документов. Как результат, в ТМС появилась информация о том, что мы готовы отгрузить заказ, мы ТМС может установить транспортное средство на ворота, выполняется отгрузка, ЕРП выполняет печать документов, после чего машина, собственно, уезжает. Это некий один из кейсов, которые можно реализовать, используя датарион платформ и типовые обработчики обмена. То есть здесь, из того, что я сегодня показала, нет ничего сверхъестественного. Это все реализовано с помощью, так скажем, коробочного решения. Что же еще умеет датарион платформы? Почему мы сегодня о ней рассказываем так много, даже больше, чем о Ксилот? Это система, которая позволяет регулировать передачу данных. То есть это не только транспорт, как я уже говорила, но это и маршрутизация, и трансформация, и хранилище сообщений, и огромное количество возможностей, которыми она обладает. Но такого уровня системы должна обладать еще и отказоустойчивостью, что, собственно, и есть датарион платформ. Систему можно развернуть на нескольких серверах, так сказать, образовать кластер серверов, что позволит при возникновении аварийных ситуаций, сбоев на одном из серверов, датарион самостоятельно перебросит объекты, необходимые для работы эффективной, на другие сервера, на другие ресурсы. Также, если мы говорим о высоконагруженном, высокоэффективном объекте и большом количестве данных, то датарион сам распределяет нагрузку между серверами, чтобы минимизировать очередь и ожидание загрузки сведений. Цепочка событий, которую мы сегодня видели при демонстрации датарион платформ, это возможность посмотреть, а как сообщения, отправленные из системы источника, доходят до системы получателя. И здесь мы как раз видим все те самые маршрутизации, мы видим, как происходит трансформация сообщений, куда система отправляет сведения и как это образуется. С помощью цепочки событий можно отследить полностью историю от точки А до точки Б. Архив сообщений позволяет просматривать те сообщения, которые не были доставлены до получателя, увидеть причину, почему сообщение не было доставлено, а отправить сообщение повторно, либо выгрузить текст сообщения, чтобы проанализировать его структуру. Ну и еще один объект, который позволяет нам оптимально работать и выполнять задачи обмена, это запрос данных. Благодаря наличию такого инструмента, датарион платформ не сразу отправляет сообщение в архив в случае, если какого-то объекта нет у системы получателя, а формируется некое ожидание. И, соответственно, датарион платформ передает сведения в систему источник о недостающих объектах, ожидает их получения и только после получения повторно инициирует загрузку исходного сообщения. Таким образом, мы можем смело говорить о том, что сейчас выгрузка на этапе внедрения систем при автоматизации складов, либо транспортной логистики всей нормативно-справочной информации, вот эта передача большого массива данных, которые, возможно, никогда не потребуются нам в использовании. Она просто не нужна, потому что при загрузке документа система ищет сама недостающий идентификатор и дополнительно его запрашивает. Таким образом, системы, подчиненные вашей системе инициатору, они получают только тот набор сведений, который им нужен для эффективной работы. На этом наша презентация подошла к концу. Пишите, пожалуйста, ваши вопросы, мы постараемся на них ответить. Продолжение следует...